Дорогие друзья, я вижу, что у нас уже порядка 58 учеников уже собралось, и это особенно приятно видеть, что, дорогие друзья и коллеги, для меня большое удовольствие увидеться с вами сегодня. Я вас, конечно, не всех вижу, но я надеюсь, вы меня видите. Меня зовут Рахманин Владимир Олегович, я региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии. Наш офис находится в Будапеште, Венгрия. Естественно, я с вами в это время пандемии, я с вами тоже на видеосвязи. Позвольте мне, прежде всего, поблагодарить Марину Алексеевну Ингорн за высококачественный курс. Я вижу, что оценки курса очень положительные, да к тому же еще на русском языке, что для нашего региона имеет немаловажное значение. Вы все, как профессионалы, знаете, что тема болезни птиц и животных чрезвычайно актуальна сейчас, когда границы в мире становятся стертыми, то есть любые болезни передаются очень легко, и пандемия показала нам это, особенно на нас самих. Поэтому, как бороться, лучшие практики борьбы с лучшей методологией, лучшие практики борьбы с болезненными птиц и животных, особенно которые переходят через границы, нам надо всячески распространять, поддерживать и изучать лучший опыт друг друга. И, как я вижу, Марина Алексеевна очень профессионально вела эти курсы и знакомила вас с лучшими методологиями и практиками. Я также хочу поблагодарить своих коллег из регионального офиса Эрона Райзмана и Тиба Рассюча за организацию этого курса, продвижение этой тематики в нашем регионе. Особенно сейчас, когда видится сложно, но с какой-то степени может быть и легче собирать людей для обмена опытом через интернет. Я представляю продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций. Я региональный представитель, одновременно заместитель генерального директора ФАО. Нашей организации в этом году исполняется 75 лет. 16 октября, когда мы отмечаем Всемирный день продовольствия в рамках Организации Объединенных Наций, у нас юбилей. У нас такой же юбилей, как и у всей Организации Объединенных Наций, поскольку ФАО была создана в 1945 году с очень благородной целью победить голод и распространять лучшие сельскохозяйственные технологии. Многое было сделано, но многое еще и предстоит сделать. Поэтому наша работа в ваших интересах, в интересах наших стран, участников, приобретает все больше и больше значений, и мы должны работать все эффективнее и лучше. Особенно сейчас, когда мы боремся тоже с последствиями с COVID-19. Мне выпала честь выглавлять, как я уже сказал, региональный офис по Европе и Центральной Азии. Штаб-квартира ФАО, большого ФАО, находится в Риме. Наш офис в Будапеште уже более 10 лет. Мы тесно сотрудничаем с Герксим правительством, но у нас очень много стран-членов, которыми занимается наша региональная офис, более 50 стран. От Лиссабона до Владивостока, все страны Центральной Азии и Турции. Мы работаем на разных направлениях, я вам это говорю, потому что мне хотелось бы, чтобы наш офис, региональный офис, тоже был, чтобы вы знали о нем, чтобы он, безусловно, доступен для вас. Это должен быть ваш дом, когда вы хотите посоветоваться по вопросам, связанным с сельским хозяйством. Мы внедряем русский язык очень активно, хотя хотелось бы еще более активно. Для меня это русский язык родной, и многое, что делалось в Советском Союзе и на постсоветском пространстве, делалось на русском языке, поэтому я убеждаю своих коллег в Риме, что это взаимное обогащение. То, что было наработано на русском языке, оно имеет практическое значение для библиотеки и копилки всего ФАО. Я хочу тоже обратить ваше внимание, что у нас очень интерактивный и информативный веб-сайт у ФАО, и у нас тоже в региональном офисе, где даются ссылки. То есть, если у вас есть интерес узнать о том, что мы делаем побольше и посмотреть на другие возможности, добро пожаловать. Не буду отрывать вас от интересных практических занятий, вы пришли сюда не меня слушать, а Марину Алексеевну. Так что я хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Буду рад новым встречам, новым законствам. И всего вам самого доброго. И спасибо большое за интерес к ФАО и мероприятиям, которые мы проводим. Всего доброго. Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить за поддержку в организации курса Владимира Олеговича, Ирона Райзмана и Тибора ЗАГСа, конечно, который осуществляет каждый раз техническую поддержку для нас. За время нашей совместной работы мне удалось узнать, какие вопросы волнуют моих коллег, людей, принимающих участие в курсе. Хотелось бы, судя по результатам нашего общения, чтобы такое мероприятие, как всего проходит сегодня, было не одноразовым, а чтобы совместная работа продолжалась и дальше. Поэтому было бы здорово, если бы ФАО поддержала эту инициативу, а я бы могла представить список тем, которые интересуют нашу профессиональную аудиторию. Спасибо раз еще большое. Также хочу сказать, мне было очень приятно, и сегодня мне еще предстоит еще один урок провести, работать с людьми нашего курса, кто присутствует здесь. Спасибо за высокую оценку того, что я делаю. И в любом случае, поддержит нас ФАО или нет, я думаю, что продолжение общения возможно, но при поддержке ФАО это будет, конечно, более эффективно, безусловно. Спасибо большое еще раз. Спасибо, Марина Екатерина. Коллеги, всего вам самого доброго. Я отключаюсь, наверное, уже, чтобы дать вам возможность плодотворно позаниматься. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Я загружаю свою лекцию. Я надеюсь, меня видно, слышно. Друзья, дайте обратную связь. Спасибо. Теми, про которые мы говорили раньше, являющиеся иммуносупрессорами. Вообще, аденовирусы – это двухцепочные ДНК-вирусы без оболочки, средний диаметр 70-90 нанометров. Обычно они довольно устойчивы к нейтрализации. Вирус устойчив в диапазоне с 3 до 9 pH. Эти чувствительны к формальдекиду, частично к термостойке. Некоторые виды сохраняют температуру, вернее, устойчивы даже к температуре 60-70 градусов в течение 30 минут. Вин, вообще аденовирусы, в основном это передается вертикально, через яйцо. За исключением некротического энтерита индия и селезенки у пазанов, которые имеют только горизонтальный перенос. Зараженные цыплята обычно выделяют вирус только с третьей недели и далее. Существует также горизонтальная передача, в основном через эксперименты, подкладки, подстилку, имеется в виду, а также с выделением издыхательных путей и инфицированное оборудование. Инкубационный период у аденовирусов короткий, всего 24-48 часов при естественном заражении. Так что ж, приступим к синдрому снижения яйценоскости непосредственно. Он поражает курни сушек, образуются яйца непральной формы, яйца с мягкой скорлупой и без скорлупы, а также видна депигментация. Наблюдается практически у здоровых птиц и приводит к внезапному падению яйценоскости до 40% или при таком состоянии невозможно достичь нормального пик-продуктивности. Порой ранние стадии заболевания может довольно сложно отследить, поскольку куры съедают яйца без скорлупы. Единственное свидетельство, которое может остаться, это оболочки, которые легко пропустить, не увидеть. Клинические признаки также могут включать в себя диарею, к коротовременнюю потери цвета скорлупы, пигменты яичного желтка, до образования яиц с мягкой скорлупой, а смертность обычно незначительна. Утки и гусь являются естественными хозяевами вируса и являются бессимптомными носителями. К этому заболеванию восприимчивают цыплята всех возрастов и пару, но наиболее тяжело заболевание проявляется у родительских стадброллеров и линий несушек коричневых, которые несут коричневые яйца. Можно это заболевание отличить от болезни каста и вирусных инфекций гриппа по отсутствию проявления болезни, от инфекционного бронхита по изменению яичной скорлупы, которые происходят во время или непосредственно перед падением яйценоскости. Кроме неактивных яичников и атрофии яйцевода, других поражений не обнаруживается порой. Репликация вируса в эпителиальных клетках желез яйцевода приводит к серьезным воспалительным и дистропическим изменениям слизистой оболочки. Появление яиц плохого качества и снижение яйценоскости как раз указывает на присутствие этой болезни. Диагноз подтверждается некоторыми сиологическими исследованиями и подтверждается после выделения идентификации вируса. Но во многих случаях антитела не обнаруживаются и в зараженных стадах до тех пор, пока яйценоскость не снижается до 50%, это заболевание даже сирологически не видно. Патологоанатомические признаки. Слева вы видите, как выглядит нормальная репродуктивная система у нормальных пульсов и правее неактивные яичники и сморщенные яйцевод у инфицированной птицы. То есть видно, как вирус влияет на развитие этой системы, вернее на ее состояние. Справа точно также слева, как бы правая фотография нормальной поликулы яичников и правее, еще правее инфицированной поликулы яичников. Также мы можем наблюдать разбитые поликулы яичников у инфицированной птицы при вскрытии. Сирологию, как я уже сказала, можно проводить, но, к сожалению, она не всегда нам может дать ответ. Естественно, это может быть... Мы практически на все вирусные инфекции, и не только вирусные, мы можем провести ПЦР и реал-тайм ПЦР. Надо иметь в виду, что вирус выделяется относительно короткий период времени, в скалу, можно брать клокальные мазки на ПЦР. Яйцеводы, почки тоже часто бывают положительными в тестах на ПЦР. Это означает, что при подозрении мы должны выбрать правильную птицу, которая действительно с патоломо-анатомическими и клиническими признаками, и иметь достаточное количество проб для того, чтобы заключить о присутствии или отсутствии заболеваниях. К сожалению, профилактики нет, поддержания племенного стада. Вернее, насколько я знаю, существуют на сегодняшний день уже вакцины, но они не используются широко, только там, конечно, где присутствуют заболевания. Это уже нужно смотреть, насколько имеет смысл это делать. Поддержание племенного стада без вируса является основной мерой контроля. Предотвращение горизонтального распространения зависит от хорошей биобезопасности, естественно, а также от мытья, дезинфекции пластиков, лотков для яиц и другого оборудования. Спорадическую форму можно предотвратить, если куриные стада не контактируют с другими птицами, особенно с водоплавающими. Таким образом, потенциальная загрязенная вода тоже должна быть хворирована. Перед использованием всегда должны соблюдаться общесанитарные меры предосторожности. Эндемический можно контролировать путем вакцинации. Доступна на сегодняшний день инактивированная вакцина, которая вносится внутримышечно в возрасте 14-18 недель. Аутогенные вакцины тоже могут использоваться. Как вы знаете, аутогены, конечно, не самые эффективные, но, к сожалению, не всегда доступны для производства. Что ж, друзья, переходим на другую новую тему. Это аспергиллез. Грибок имеет особенное строение, не такое, как бактерии или вирусы. У каждого микроорганизма имеется своя морфология, которая нам может помочь в исследованиях. В канидии прорастают... Справа вы видите строение гриба, его части. Гифы, септы. Септы – это разделение. В канидии – это вегетативные формы размножения грибков. Гифы создают мицелий. Это тело гриба. И самое важное, что отличает грибки от других микроорганизмов, что в стенках есть хитин. Обычно мы, когда мы говорим о патогенах для птицы, обычно это аспергиллез и фумигатур. Но могут быть и другие грибы, такие как пеницилл, апсидия и другие. Внешние заболевания грибами практически очень схожи. Это очень распространенная грибковая болезнь, вызывающая различные патологии домашней птицы. Обычно поражаются респираторные, но могут поражаться и другие системы организма. В основном поражается молодняк. Это обычная дыхательная система. У взрослой птицы можем наблюдать поражение глаз, хронические поражения кожи. Очень распространенно в окружающей среде, в воздухе, в воде, на растениях, в помещениях, в комбикорме. И мы можем наблюдать заболеваемость до 12%, смертность до 50%. Как же происходит заражение? В основном это происходит через дыхательные пути, из окружающей среды. Не от птицы к птице, имеется в виду. Через дыхательные пути, легкие, и затем уже в кровоток и распространяются в организмах. Заражение цыплят, пути передачи. Заражение цыплят происходит в шкафу лукблупления, инкубации или после контакта с загрязненной подстилкой. Заражение вертикальной эмбрионах через крылуку, возникновение через оболочку тоже возможно. Ну и уже после рождения через органы дыхания, как мы сказали. Что провоцирует возникновение этого заболевания? Это ослабленный иммунитет, стресс, плохие условия содержания, влажная подстилка. То есть все, что может быть высоко обсеменено спорами, то есть там, где может расти грибок, который мы, грубо говоря, можем наблюдать у себя на кухне, когда, например, оставляем долго еду, остается еда снаружи, где-то забыто, может прорасти грибок. То есть где есть соответствующие подходящие условия, то есть влажность и температура грибок быстро очень прорастает. То есть зачастую, если у вас возникает такая проблема, вы видите, что это уже присутствует в хозяйстве, в корпусе нужно искать, где же присутствует загрязнение, где же, откуда идет вот это высокое обсеменение спорами. Обычно это бывает система вентиляции, и затем она уже с воздухом идет распространение по спор, по помещению. То есть мы помним, что высокое количество, инфекционная доза спор вот этих как раз, оно позволяет преодолеть нормальную защиту. Каково же течение этого заболевания? Это острое или хроническое течение. Существуют 3-4 наиболее распространенные вида. У вида аспергилюса это аспергилюс фонегатус, флаус, нигер. Это только виды, которые могут расти при температуре 37 градусов и выше. Именно они являются патогенами. На картинке вы видите, как именно вот выглядит, как рост грибка обычный, который мы наблюдаем, даже порой можем следом наблюдать. Клинические признаки, еще раз, потеря аппетита, слабость у птенцов, слабое дыхание, частое дыхание, жажда, сонливость, нервные симптомы. Тоже возможны, но они редки, как бы менее распространены. Хронические формы у птицы тоже возможны. Мы можем в этих случаях наблюдать истощение, выделение из глаз. Угнетение, потеря веса. Аппетит обычно хороший. У некоторых движения, вытягивание шеи, вот как на этой фотографии. Рвота, иногда скловье протекает. Клинические заболевания протекают различные. То есть разные могут быть. Здесь вы видите, как выглядят эти патогены при росте на средах. Сейчас еще будет фотография. Чувствительные, особенно чувствительные птицы, это индюшки, водоплавающие, попугаи, голуби, пингвины. Но в зависимости от иммунного состояния птицы, может, конечно же, проявляться это заболевание у птицей разных пород. Если посмотреть в корпусе, как это выглядит, самое распространенное, это птенцы. Они в кучках наблюдают такое брюшное дыхание. Птицы заражения мы уже говорили, но еще раз повторю, что даже зараженный корм грибками может быть источником большого количества инфекционной дозы. И даже залежавшийся в бункере, иногда в бункерах залеживается корм, он зацветает, мягко говоря, грибком. И в какой-то момент, когда он падает и сдается таким концентрированным количеством сразу какой-то группе птицы, она, естественно, может не выдержать и заболеть. Поэтому, конечно, в бункере и в других местах, где хранить корм, должны мы предотвращать залеживание корма. Также зараженная подстилка, то есть та подстилка, которую вы получаете, используйте, она тоже должна не содержать астергелюса. Через воздух при кормлении с рук могут заражаться птицы, но это уже ручные птицы в основном. Кстати, влажные матрасы для охлаждения воздуха, те, кто использует своих птичников, они тоже порой, поскольку они влажные и в теплую погоду, горячую, когда они используются, там тоже могут быть как раз, они сами по себе могут быть источником заражения потом уже для всей птицы. Так выглядит аспергеллез на зараженных яйцах. С правой стороны тоже вот такой конъюнктивит, воспаление, это тоже выразлено, то есть в разных формах мы можем его наблюдать. Патолого-анатомические признаки, истощение организма, кохлексия, зеленый водяной понос, плохое перение, истощение, непереваренные зерна, тонкие стенки кишечника, иногда геморрагический энтерит, черное содержимое, кровяное содержимое желудка. Мы можем наблюдать пневмонию, желтые, серые зелки или бляшки в легких воздушных мешках, трахеи, бляшки в ферментаральной полости могут иметь длинноватую поверхность, это то, что мы видели на предыдущих снимках. Вот видите, вот эти образования крупные, это тоже все аспергеллез. Вот, как он выглядит. Конъюнктивит, кератит, мозговые поражения тоже наблюдаются, и поэтому мы зачастую должны, когда мы видим вращение головой, то есть это не только нюкасл, может быть, или ремерелла анатипастифи, про которую я вам тоже планирую сегодня рассказать в конце нашего занятия, но и от эспергеллеза птица может страдать, и когда есть очаги роста в мозгу, она тоже может быть много птиц с нервными признаками, с поражениями нервной системы. Здесь на снимке можно наблюдать кальцинированные выделения в брюшных воздухоносных мешках, при хронических респираторных заболеваниях у бролеров. Здесь видите рост эспергеллез фомигатус. Поскольку бролер имеет естественную восприимчивость к эспергеллез фомигатус, с 21 дня рост будет происходить на кальцинированных тканях, но не будет развиваться в легке, то есть это одно из проявлений. Бротовная диагностика, микроскопический метод. Если сомневаемся, то, что мы видим при вскрытии, мы можем взять и сделать микроскопические исследования, выявить, вы септированы, увидеть мицелий, цепочек канидий, как покрасить по грамму, мозгогной или пораженной тканью. То есть мы можем увидеть вот такие характерные гифы, именно тело гриба. Отдельные комочки мокроты можно взять, перенести в каплю спирта с глицерином или капли 10% в щелочи. И после надавливания покровным стеклом мы можем посмотреть и гифы. Это, конечно, я думаю, что вряд ли с чем-то сравнится, поскольку там есть септы. То есть не просто какая-то палочка, еще она разделена, это палочки, на септами. Это характерный вид, как выглядит эспергилюс. Культивирование возбудителя на питательных средах. Здесь вы можете наблюдать, как это выглядит. Существует довольно большое количество различных следов для выращивания грибов. Опять же, при признаках поражения мозга, кручения головой или наклон головы, ее брать, конечно, нужно пробу с головного мозга. Различают эспергилюс в зависимости от вида по цвету на платье. Они строгие аэробы. Обычно самая распространенная среда – это среда собора. Можно также использовать сусло агар. При температуре 37 градусов вырастают белые, пушистые колонии с последующей дополнительной окраской, которую мы, я думаю, все в жизни видели своим. Лечение. Мне не хотелось в это углубляться, но я знаю, что нилконозол, который, в общем-то, перорально запрещен на сегодняшний день, его можно использовать, оно разрешено даже у нас, через распыление применения его, что тоже работает, особенно если мы имеем с вами поражение дыхательной системы. Кандидоз. Следующее заболевание грибковое, о котором мы сегодня поговорим, это заболевание в основном желудочно-кишечного тракта, вызванное грибковыми дрожжами, кандида альбиканс. Это обычно вторичная инфекция, повреждения обычно обнаруживаются в зобе, пищеводе, желудке, но могут поражаться, хотя гораздо реже, и кишечник. Справа вы видите поражение зоба, вот такие вот бляшки беленькие, желто-белые, я бы сказала. Гриб, здесь птица, конечно, уже видно, что она не с промышленного выращивания, а скорее с подворья, когда, во-первых, цветной не всегда выращивают, но такая птица, конечно, подлежит в обракотке. Гриб входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, кожи и слизистых оболочек, а появление болезни связано с ослабленной иммунной системой хозяина или дисбаланса микроорганизмов. Друзья, мы прекрасно с вами знаем, что даже мы, если мы будем активно принимать антибиотики, кандида может проявиться в тех или иных частях организма. Поражается в основном на вражде умней и молодняк, незрелая, поскольку есть еще незрелая иммунная система, и, конечно же, старая ослабленная птица. Представьте, аспирогиллез по анализу кала при жизни птицы. Почему по анализу кала? Обычно аспирогиллез берется, не кал берется. А, вы имеете в виду, что вы хотите... А, при жизни птицы. Я поняла. Это хороший вопрос. Я подумаю, просто не хочу сейчас подумать, что лучше взять. Характеристики патогена. Поражает пищеварительный тракт, в основном зоб, желудок. Легче лечить, чем аспирогиллез, кандида. Оппортунист, кандида. И при поносе первый гадендат на проверку. Да, в принципе, можно взять все выделения. Аспирогиллез у нас как может выделяться? Я вам скажу. Я, помните, показывала на одной из лекций, как брать трахиальный слог. В принципе, тоже можно. Все, в данном случае, если вы не можете взять внутренние органы, конечно же, все выделения, возможно, и с влаги, и с трахеи будут полезны. Плохой аппетит. Клинические признаки – это плохой аппетит. Медленный рост, истощение понос. Пораженная слизистая оболочка. Это то, что мы можем наблюдать при паталонатомическом вскрытии. Сморщенное белое, похожее на полотенце. Возможно, поражения могут выглядеть как дифтероидные покрытия. То есть вот то, что вы видите справа на рисунке. Гистологическое исследование подтверждает диагноз. Видны грибковые гифы в пораженной слизистой оболочке. Лабораторная диагностика. Субстрат использован для роста грибков. Мы используем обычно для выделения кандиды. Но посев делается по всей платье. Аспергиллез сеет только в центре, обычно, потому что он растет очень быстро. А кандида, вы видите, ее вот такой вот специфический рост. А при окрашивании по грамму они будут выглядеть как громположительные... Она выглядит как громположительная бактерия. Только побольше. Вот здесь на снимке тоже вы можете наблюдать такой характерный морфологин. Это еще одна плата тоже с кандидой. Как мы ставим диагноз? На основании патологоанатомических признаков гистопатология, микроскопическое исследование прощепленного мазка. Мы можем использовать для этого гидроксид калия для того, чтобы немного разбавить и увидеть содержимое, которое мы взяли на проверку. Для демонстрации для того, чтобы мы увидели вот эти гипальные формы дрожжей в ткани. Обычно используется та же среда, сабуру. Колонии этих грибов кажутся белыми до цвета слоновых костей. Гладкие, видите, блестящие такие. Хорошая новость заключается в том, что кандидоз можно лечить. И его можно лечить с помощью, во-первых, конечно, отделять больных цеплят остальной части стада. Помним, что если вы лечите больных птиц антибиотиками, остановить их дачу желательно, конечно, поскольку при дисбалансе, когда мы убиваем полезную микрофлору, начинается, кандидоз начинает проявлять себя. Можно использовать питьевой уксус или сульфатный раствор в питьевой воде птицы. Можно использовать также пробиотики для восстановления нормальной микрофлоры. И чистка, конечно, воилок, кормушек для того, чтобы предотвратить новое и новое заражение, распространение в системе водоснабжения. Применение нестатина также возможно, сульфата меди, профилактика, предрасполагающими факторами являются отсутствие хорошей санитарии, длительное лечение антибиотиками, дефицит витаминов, тяжелые паразитарные инфекции, иммунодефициты различного рода. профилактика, естественно, является проверка помещений, чтобы не было плесени, сухая подстилка, чистая вентиляция, дезинфекция, проверять корм, чтобы он был хорошего качества, солома должна быть без плесени, свежий корм, некислый и не залежавшийся. профилактика, иногда практикуется хлорирование воды, это экономично, эффективно, следует периодически повторять. Что ж, друзья, сейчас мы переходим еще к одной теме, которую мы хотели сегодня разобрать, это птичий коксидиоз. Коксидиоз, протозаонозное инвазивное заболевание, возбудитель, представитель класса коксидий. Существует довольно много разных типов, более тысячи. Это болезнь кишечника, которая обычно поражает животных и птиц при интенсивном выращивании в условиях высокой плотности посадки, поражает бролеров, кроликов, многих других животных. Нужно сказать, что коксидии довольно специфичны, то есть у каждого вида животного есть свои коксидии. Возникновение болезни зачастую связано с ослаблением иммунитета вследствие развития других болезней, гомбара, марик и другие инфекционные немеи, вызывается однохлеточным паразитом, который размножается в клетках кишечника. Так выглядит коксидия на метрофилактическопирование. Основные потери от использования в основном это заболевание несет основные, приносит основные потери от использования профилактических мер в стадах, которые еще не поражены. То есть это около двух тысяч миллионов долларов в год по всему миру. Это заболевание, болезнь, причиняющая значительный экономический ущерб. Здесь вы видите ацисты в стадии споруляции. Четыре спороцисты с двумя спорозоидами в каждом. Паразит очень распространен и стойк к обеззараживающим средствам, поэтому очень тяжело подается обеззараживание последствий дезинфекции и карантина. Он подвергается, этот патоген подвергает опасности практически все врачные броллеров до того, подвергал опасности, до того, как профессор Либин предложил постоянное применение препаратов сульфа как коктедостат. Из-за отравления этими препаратами они были заменены на другие коктедиостаты химические и ионофоры. После этого появилась возможность применения вакцины. Нужно сказать, что применение коктедиостатиков и ионофора, их сочетание и, вернее, когда коктеди привыкать к одному коктедиостату и нужно менять. Это целая наука, это тоже сама по себе довольно большая интересная тема, серьезная. Коктедиоз обычно это причина возникновения, как мы сказали, депрессии, дисбактериоз, устойчивость к коктедиостатикам, ошибки в дозе коктедиостатика в комбикорме. Мы при коктедиозе зачастую наблюдаем неоднородность стада в весе, то есть стада неоднородная, дополнение появления новых болезней в основном поражающих кишечник, сочетание с другими патогенами, такими, как некротический энтерит, вернее, кластридия, сальмонелла, колебокцелез и болезнь Марика. Мы рассматривали с вами некротический энтерит отдельно. Жизненный цикл длится обычно 6-8 дней и делится на три стадии. Это аспарагония, миорагония, гамагония. В этой стадии у птицы появляется кровавый помёс. В конце этой стадии ацист выходит с помётом. Паразиты птиц в основном принадлежат типу и мериям. Они специфичны для каждого вида хозяина. Также они специфичны в иммуногенном отношении. Иммунитет против каждого вида кокцилии не будет работать против другого вида. заражения зависит от количества прогроченных оцист, инфекционной дозы, которые распространяют заражённые птицы с помётом. Уровень зараженности зависит от количества оциста и вида кокцидия. Для заражения необходимо минимальное количество оцист. И, естественно, это различные патогенности наблюдаются. заражение имеет обычно наблюдается такое явление самоограничение. То есть, если не происходит перезаражение, заражённая птица, которая распространяет кокциди, не получает с кормом ацист и снова инфекция прекращается. Есть такое явление. Образуется самоиммунизация и возможность выздоровления у заражённой птицы. После освобождения помещения останутся только небольшое количество оцист, так как подмёт неподходящая среда для жизнедельности кокциди. В желудке стенки оцист разрушается и выходит спаразоиды, которые проникают в клетки кишечника. Оцисты не способны заражать, пока их цитоплазма не разделилась на 4 спаразоиды и 2 спаразоиды. Право в виде цикла развития и поражения кокциди. Так выглядят оцисты до спаруляции на левой картинке и справа, оцисты, прошедшую спаруляцию. плохие условия медленная спаруляция и остановка в развитии до лучших времен. Для кокциди это высокая температура, высокая концентрация миокав компостей и большое количество бактерий. Ацисты уничтожают только огонь. паяльные лампы и крутой кипяток. В навозе ацисты могут сохраняться до 3 месяцев на пастбищах до года. Есть виды кокцидей, которые остаются живыми до нескольких лет. И только в крайних условиях высыхания, высокая температура, то есть при больше 55 градусов быстро популяция умрет, но они также чувствительны к заморозке. Вспышки кокцидиоза часто происходят во времена влажной и прохладной погоде. Если улучшать условия содержания, уменьшать влажность, то можно значительно сократить уровень заражения, но не дано вылечить совсем. Также возможно пропилактическая вакцинация. Патологические признаки кокцидиоза это важно проверять только что умершие птицы. Птицу через час уже есть изменения, которые могут поменьшать диагностики. Желательно проверить весь кишечник, поскольку если посмотрите на картинку справа, вы увидите, что в разных отделах кишечника живут разные кокциди, виды кокциди и мерии, но они немного различаются под видом. Нужно делать соскоп со стенки кишечника и небольшое количество действует о экспозиции, но не о клиническом кокцидиозе. Нужно найти паразиты и дальше небольшие изменения кишечника и птицы в возрасте от 3-6 недель в большинстве стат птицы. То есть кокциди присутствует всегда, но мы, когда ее немного, скажем, если взять каплю этого, как она называется, испражнения с кишечника и растереть ее, нажать на нее, немножечко развести и прижать покровным стеклом, то мы можем наблюдать кокциди в поле и небольшое количество, буквально 1 или 2, 2 кокциди посвидетельствуют о невысоком заражении. Большее количество, 5-6 и так далее, уже свидетельствуют о клиническом кокцидиозе и важно начать принять, принимать меры лечения, что может быть сменой коктидиостата в форме и другие меры. Здесь вам я привела короткую табличку, где указаны какая, еще раз, какая мере, где, в какой части женщинка находится. Кокцидиозу наиболее чувствительны бролеры, индюшки, мисушки, самый чувствительный возраст от 3 до 6 недель, заражение возможно с двухнедельного возраста. Редко мы наблюдаем курматочного сада из-за приобретенного иммунитета. Когда нет раннего приобретенного иммунитета в результате заражения или есть иммуносупрессия, возможно вспышку заболевания. Диагноз клинического кокцидиоза ставится в соответствии со значительными изменениями кишечника, с обнаружением паразитов в разных стадиях развития у живот птицы с типичной клинической картиной. паразит также нужно иметь в виду, что паразит криптозапоредия может запутать у нас в постановке диагноза, но он более мелкий и находится в более глубоких слоях кишечника. Если вы посмотрите, как выглядит криптозапоредия, то вы увидите разницу. Эту картинку я взяла из одной статьи, которая приводит как раз как бы связь, если честно, я не хочу между как бы разницу, но если вы присмотритесь, возможно, действительно есть. Показана разница между кокцидиозом и некротическим эндеритом. Слева кокцидиоз, наличие крови в помете мы наблюдаем, а справа некротический эндерит, причиной которого является некротический клостридия. И мы здесь наблюдаем наличие оранжевой слизистой оболочки кишечника. Я думаю, что это прозрачное оранжевое, это то, что прозрачное в середине. Но вообще, как мы с вами обсуждали, некротический эндерит, это обычно клостридия, начинает клостридия действовать, а затем уже кокцидия присоединяется. Обычно эти два заболевания, они один помогают другому. Определение клинического кокцидиоза это снижение продуктивности, при весах, витинозкости мы наблюдаем сильное поражение кишечника, большое количество ооцист, соскоби кишечника, кокцидиоз диагностируется с помощью анализа кала. Конечно же мы можем проводить конечно, ой, секунду, выбила меня, сейчас снова секундочку, сейчас я верну вопрос. Я пропал в Продолжение следует... 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 Так как вы видите его с правой стороны. Этот паразит передается вместе с яйцами нематоды, паразитом в обитающем прямой кишке индейкой куры, который вызывает гетеракидоз, гетеракис галинарум так называемый. С яйцами нематоды гистомоноз доходит до тонкого кишечника и, освобождаясь из них, проникает в слепую кишку. Здесь справа вы видите этого паразита, нематоду, который обитает в слепых кишках и легко диагностируется при вскрытии. Вы видите его на этом снике. Тропозоиды в слепой кишке зараженных птиц проглатываются нематодой и внедряются в их яйца. Зараженные яйца нематоды выходят во внешнюю среду скалом, где могут довольно долго сохраняться в земле и заражают других птиц во время кормежки. Здесь вы можете наблюдать вот такое схематичное изображение цикла развития гистомоноз. Как выражаются клинические признаки? Выражаются в депрессии, отсутствии аппетита, отставания в росте. Вот этот бледный цвет головы, тианозный, называется черная голова. Мы наблюдаем депрессию, истощение. На образование этого явления, которое мы обозначили, черная голова, влияет. Вакуитативная микрофлора. Такие бактерии, как ишлихерколи, бацилус, клостридиум. Выдавшие птицы могут оставаться носителями гистомоноза в слепой кишке. Хоть и болезнь называется черная голова, это ее второе название. Не все индюшки могут иметь и нужную голову. Куры часто имеют не желтые фекалии, но могут иметь кровь в фекалиях. Просто желтые фекалии, о которых идет речь, вот как раз вы можете видеть здесь. Это характерный признак гистомоноза. То есть желтый такой светосерый понос. Это когда вы видите, то есть уже по нему можно довольно с большой степенью вероятности определить, что вы имеете дело именно с гистомонозом. У кур, как мы сказали, они могут иметь не желтые фекалии, а иметь кровь в фекалиях. То есть уже диагностика смазана немножко. На этой фотографии слева вы видите, какие образования могут иметь кишечник зараженной птицы. В данном случае это кишечник индюшки. В слепой кишке образуются вот такие беловато-желтые коздиозные скопления. Они довольно твердые. Видите, они даже отслаиваются от, то есть при разрезе они отслаиваются от стенки кишечника. Слизь оболочка кишечника утолщена и воспалена. Второе, характерное, ну это уже, наверное, третье, если мы еще возьмем, так сказать, цвета выделений, то это тоже третий такой характерный очень именно для этого заболевания признак. Это поражение в печени. Они могут различаться по внешнему виду, но зачастую видны очаги некроза, напоминающие вот такие вот розочки. Здесь, видите, тоже печень поражена, но она еще немного поражена по-другому. Очаги некроза на сверху вот эти белые поражения. Также мы наблюдаем поражение кишечника. И при вскрытии опять вот такие коздиозные, довольно твердые скопления. Розочки на, опять, на печени, поближе вот эти скопления. Ну, еще несколько фотографий, они довольно характерны. Профилактика. Соблюдение, прежде всего, правил санитарии, как всегда, избегание смешивания разных видов птицы в одном содержании, в совместном содержании. Желательные бетонные полы для лучшей санитации. В помещении регулярная дача антипаразитарных препаратов для уничтожения промежуточных хозяев. То есть, мы говорили с вами о эмотоде, которая переносит это заболевание. Совместное содержание цыплят и индюков увеличивает риск этой болезни у индюков. Мухи могут быть также механическими переносчиками заболевания. Но это уже наши данные, когда были в Израиле, у нас нет листомоноза. Но мы исследовали, как бы искали источники, каким образом могут передаваться. И видели, что мухи механически тоже могут переносить, видимо, яйца этих эмотодов. Клинические признаки. Диагностика у нас основана на клинических признаках, паталонгантомических признаках. Обнужение гельминтов в слепой кишке. То есть, само по себе присутствие гельминтов составляет такую вероятность переноса и присутствует заболевание. Лабораторная диагностика микроскопирования. Есть даже, по-моему, есть, я видела видео, есть, существует видео, где, если взять мазок из слепой кишки, и просто посмотреть на... Сейчас, к сожалению, у меня нет возможности перевести это видео. Движение этих микроорганизмов, этого паразита, довольно характерное, то есть он довольно так движется, можно набрать... Я тоже искала, и на YouTube вы легко его найдете, это видео. Также мы можем, естественно, делать ПЦР, реал-тайм ПЦР, что довольно эффективно. Лечение есть исторически, использовались нитро- и медозолы различные. Они сегодня, многие запрещены к применению, но есть на сегодняшний день растительные продукты на основе эфирных масел. Например, гербан, используются с некоторым очевидным успехом, хотя контролируемое испытание, официальное одобрение для этой цели не регистрируется. На сегодняшний день, я знаю, есть новые уже препараты, и для... они уже даже, я насколько знаю, где-то было название, хотела вам сказать, зарегистрированы в... Если кому-то нужно, напишите мне, я напишу. Есть регистрация уже в Казахстане, уже можно... Гидрофан, а, вот, Гидрофан-НМ. Это препарат, который имеет на основе исключительно органических составных частей. Потому что, как я уже сказала, это заболевание довольно серьезно поражает индюшек, и порой полная потеря, как бы оно, конечно, надо как-то лечить. Я постараюсь еще раз переключиться на... Мне кажется, получилось. Да, отлично. Что ж, друзья, у меня еще небольшая порция информации для вас, так сказать, которую я обещала. Это Риме и Релла, она типа стихи. Незаслуженно она почему-то не... Ее не говорят о ней, но посреди... На, так сказать, русскоговорящих пространствах. Риммерия лана по стихи, она относится к флавобактериуму, вместе с армобактериуму ринотерхиале. Хотя раньше она относилась к пастерелле. Ее немного изучили, видимо, лучше и отнесли к другому болезнему. Болеют куры, индюшки, водоплавающие птицы и многие другие птицы. Это грамм отрицательная бактерия, неподвижная. Она распространена по всему миру и причиняет значительный ущерб из-за высоких заболеваемостей и смертности. Смертность может достигать до 75% у уток, потери при весах и других осложнений. Существует несколько разных видов. Чувствительно к различным дезинфекционным средствам. Пути заражения от больной птицы и носителей из окружающей среды, спамета, помещений, люди, животные, дикие птицы. Все это может быть переносчиком этой бактерии и заражать новых и новых особей. Клинические признаки – это потеря равновесия, признаки поражения центральной нервной системы, острые течения обычно облюдаются от 1 до 8 недель, хроническое течение у более взрослой птицы, бактерии проникают в головной мозг, и это приводит к признакам, похожим на болезни Касла, запрокидывание головы назад, это может быть наклонение головы, как бы характерное кручение головой. Также можем наблюдать хрипы, насморк, анектиби, артриты, поносы. То есть вот так может выглядеть пораженная птица. Также таким образом. Патологические признаки – это пневмония, воспаление сердечной оболочки, и оболочки печени, желто-белый понос, менинговый цифалит, воспаление воздухственных мешков обычного водоплавающей птицы. Перегепатит, артриты. Ну, это птица, пораженная птица. Здесь на этой фотографии я хотела как раз привести характерная для этого патогена поражение, которое оно делает, оставляет, так сказать, во время болезни. Это характерный патологоанатомический признак для этого заболевания. Вертебральный астемилит, спондилит грудных позвонков. Здесь сфотографировано 12-недельный индейк. Видите, как опухоль такая выглядит. И именно при вскрытии, когда вы наблюдаете такое явление, тем более у вас есть причина проверить на этот патоген вашу птицу. Также мы можем наблюдать... Так, секунду. Это, по-моему, не отсюда. Нет, нет, нет. Это нет. Каким-то образом. Предыдущий слайд не отсюда. Так. Мы выставим диагноз на основе клинических признаков, патологоанатомических признаков, выделение бактерии обязательно, так как есть схожесть с болезнью костна, и, естественно, пациент диагностика. Также бактериологическое выделение. Ремерела может быть легко выделена из мозга, крови, сердца, воздушных мешков, печени и цивода. Вот выглядит, таким образом, на кровяном агаре, на соевом агаре с добавлением овечьей кови или сыворотки КРС. Образуют вот такие колонии без гемолиза. Для первичного выделения желательно повышение атмосферы с повышенным содержанием его кислого гада. Болезни, имеющие похожие признаки. Холера, постароламультоцида, калибактериоз, ксальмонолиоз, болезни укастла, болезни из пресняки от поражения органов дыхательной системы. Для лечения применяются сольфамиламидные препараты, антибиотики. Но что важно тут участвовать, друзья, если мы наблюдаем поражение нервной системы, то есть непосредственно мозга, то нужно выбирать препараты, которые способны преодолеть гематоэнцефалический барьер. То есть это физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой, для того, чтобы лекарство попало в головной мозг и могло убить эту бактерию. То есть обычные антибиотики, которые не проникают в головной мозг, не помогут. В соответствии, естественно, желательно делать с чувствительностью, проверять чувствительность и учитывать также чувствительность различных пород птицы к антибиотикам, терминами или иным препаратам. Профилактика – это улучшение условий содержания, вакцинация. Что ж, друзья, благодарю вас за то, что вы были на сегодняшнем занятии и вообще на курсе. Поставьте, пожалуйста, еще раз по десятибальной шкале, насколько сегодняшнее занятие было для вас полезно. Вы получите его в пяти формате. Тоже сможете ознакомиться более подробно, если кого интересуют различные цифры, которые я внесла. Посмотрим, как мы будем взаимодействовать в будущем. Спасибо еще раз тем, кто запомнил анкету. Тех, кто еще не запомнил ее, пожалуйста, запомните. Не даст нам, и не только мы, я надеюсь, что наши организаторы, в том числе Владимир Олегович и Ирин Райзман, согласятся выслушать мои предложения, и мы сможем продолжить наше занятие. Потому что то, что я вам дала, это только так, так сказать, попробовать. Конечно, каждая тема уже сама по себе очень серьезна. За что бы мы ни взялись? То ли это вакцинации, что я вот общаюсь со своими коллегами, практически материальным врачом, и я вижу, насколько это непросто. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо большое, Марина. Спасибо. Спасибо, Ира, за поддержку. Спасибо большое за все. Да, да, да. И надеюсь, что все эксперты, коллеги будем использовать всю информацию о будущем. Спасибо большое. Всем до свидания. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Вам тоже спасибо.